Что ж, друзья, в этом уроке я хочу научить вас одному простенькому способу, как можно эффектно показывать верхнюю карту зрителю. Выглядит это очень просто. Вот такими вот несложными движениями я могу, в принципе, показать всю колонку. Используется всего лишь одна рука. Ну что ж, в принципе, это движение несложное, но, тем не менее, давайте мы сейчас с вами его разберем и научимся это делать. Ну что ж, друзья, давайте с вами разберем, как выполняется этот несложный приемчик. Выглядит он следующим образом. То есть колоду я захватываю в левую руку, обратите внимание на положение моих пальцев, как они у меня лежат. После чего я верхнюю карту, которую хочу продемонстрировать, чуть-чуть большим пальцем сдвигаю и подкладываю под нее указательный палец. А сверху на нее кладу остальные пальцы. После чего использую указатели остальные, я просто вот так вот ее выгибаю, двумя указательным и средним, да, и показываю. Могу кинуть, то есть вот так вот задвигаю, указательный палец у меня ныряет туда под нее, и этим пальцем захватываю и показываю. Такой вот несложный приемчик, в принципе, быстро вы его выучите, здесь вообще нет никаких таких суперсложных движений. Все движения очень простые, но этот приемчик значительно украшает любой фокус, когда вам необходимо перевернуть верхнюю карту. Можно, допустим, выброс карты маскировать, этот прием можно маскировать под выброс. Например, зритель еще не знает, где карта, верхняя или нижняя, да, вы руку уводите вниз, в тот момент, когда вы руку увели вниз, вы делаете этот прием и уже отсюда снизу ее выкидываете. То есть зритель не успевает заметить, откуда же вы ее выбрасываете. Вот такой вот прикольный прием, друзья, надеюсь, вы его возьмете себе на вооружение, очень вам советую. Ну что ж, на этом наш урок закончен, переходим к следующему.